Сегодня у нас подкаст номер десять, десятый подкаст, и это интересный подкаст про деньги. Мой банк раз в неделю присылает мне статьи о финансах и об инвестициях. Иногда я читаю их. В этот раз статья называлась «На чём нельзя экономить». Что такое экономить? Это не тратить деньги. Например, я экономлю на занятиях спортом. Я занимаюсь дома. Или они экономят на электричестве. Зимой у них всегда прохладно дома. Итак, статья говорила о двух типах людей. Первый тип – это люди, которые живут здесь и сейчас. Они тратят деньги, не планируют далеко своё будущее, часто делают спонтанные покупки. Спонтанные – это значит импульсивные покупки. Второй тип – это люди, которые предпочитают затянуть пояс, копить на что-то большое и потом получать удовольствие от большой покупки. Это рациональные и практичные люди. Это абсолютно разные типы людей, но причина их поведения одна и та же. Мы не знаем, что будет завтра. И эта идея показалась мне довольно интересной. Почему причина одна и та же? Но некоторые люди живут как в последний раз, а другие перестраховываются и постоянно откладывают деньги на чёрный день. И главное – где золотая середина? Получается, если мы всё время откладываем деньги, наша жизнь становится слишком скучной. Ведь нам всегда надо откладывать на что-то. Купили машину – копим на отпуск. Съездили в отпуск – копим на ремонт. И так бесконечно. Но если тратить всё, то можно оказаться в сложной ситуации. Статья говорит, что надо и откладывать, и тратить. Они говорят, что надо обязательно тратить деньги на три вещи. Первое – это эмоции. Например, хобби и путешествия. Эти вещи заставляют наше сердце биться. Если вы любите играть на гитаре, рисовать, петь, ходить в театр, путешествовать, даже недалеко, не экономьте на этом, потому что иначе мы превращаемся в роботов. Второе – они предлагают не экономить на изучении чего-то нового. Курсы фотографии, курсы рисования, графический дизайн. Чем больше вы умеете, тем вы сильнее. И третье – это, конечно, здоровье. Медицинские осмотры, полезные продукты, новые кроссовки для бега. Здоровье – наше главное богатство. Мы должны беречь его. Тогда на чём можно экономить? Статья предлагает экономить на моде. Не покупать новые вещи, гаджеты, машину, только потому что это модно. Угнаться за модой невозможно. Каждый месяц появляется что-то новое, и мы будем чувствовать себя слишком несчастными, если будем пытаться покупать все новинки. И вторая вещь – это банально, но это алкоголь. Мало того, что это не полезно для здоровья, но это может превратиться в способ расслабиться. А походы в бар только для того, чтобы выпить – не лучший способ отдохнуть. Когда я читала это, я была не совсем согласна. Я думала, как же так? Для кого-то новые гаджеты, модная одежда, походы в бар – это и есть эмоции. Не все люди имеют возможность путешествовать, и маленькие радости тоже очень важны. А для кого-то новая машина важнее, чем хобби. А изучать что-то новое можно и бесплатно. Сейчас в интернете есть что угодно. Поэтому каждый решает этот вопрос для себя по-разному. Конечно, все люди чувствуют себя некомфортно, если у них нет накоплений. А с другой стороны, может, надо перестать считать расходы, а стараться зарабатывать больше. Как вы думаете, кто вы? Человек, который умеет копить, или человек, который с удовольствием тратит? Редактор субтитров А.Семкин